привет смотри на мой живот я могу танцевать животом я словно водяной он у меня как будто наполнен водой я бульк бульк забавно в общем есть кто не помнил и не смотрел первую серию мы попали в страшенную грозу очень ужасный шторм и нас забросило вот на этот лягушачий остров о котором видимо никто не знал мы конечно же потерпели страшный кораблекрушение у нас было пробита бочином и и золотали у нас был порван на парус мы его тоже починили осталось найти штурвал и пару веревочек и мы можем отсюда с радостью уплывать потому что жабы здесь довольно наглый и они постоянно хотят меняться то есть если есть у них какой-то важный для тебя предмет они просят типа принеси мне чуть-чуть другой и тогда возможно я подумаю я дам тебе вот эту вещь из которой тебе нужно но не факт что это случится например как стеточка которая стырила отсюда бошку чучело и носит как украшение у себя в руках мы уже и носили и мед и жемчуг но она все не хочет нам отдавать эту бошку это прям катастрофа какая-то не знаю как с ней бороться нужно и кольцо же теперь принести и фиг знает где его достать что я хочу сделать сегодня на парадон вот она эта тетечка кстати с головой чучело ходит мадам ну что вы не придумали может вы мне отдадите бошку чучело это моя любимая башка принеси мне колечки тогда я дам тебе голову ну вот видишь как обычно мы стырили кстати с храма с церкви и лягушащий колокол под конец прошлой серии и отдали его медитатору до медитатору явно попросил фонарь но он что-то сказал типа хочешь фонарь тогда что-то нужно еще ему сделать пойдем спросим еще разок у него я уже подзабыл на что ему там нужно было что же он хотел-то в обмен на фонарь что-то еще либо прийти к нему ночью сейчас пойдем сейчас спросим он как раз вот здесь вот все рядышком эй монах медитатор вот он медитирует здорово чё ты хотела кружку ледяного пойла все понял чего он говорит иди в трактир и поговори с трактирщиком насчет этого пойла но мы уже с ним болтали и мы знаем что трактирщик нас тоже посылает за ледяным каким-то цветком который нужен для изготовления этого ледяного пойла что уж пойдем в горы потом мы будем разбираться как же нам туда пройти как же нам туда попасть а телепортер снова закопан странно это все а точно я сюда даже камень нужно притащить пойдем телепорт нёмся и попробуем все затащить и заодно еще не глянем что на том острове есть собственно давай подъем подъем правда уже ночь какой подъем к черту но ничего значит беру телепорт мы его обязательно обязательно перетащим туда но я хочу еще наверх сбегать там же мы нашли интересные какие-то разломанные старинные постройки и там по моему был камень какой то вот этот камень сейчас я кладу сюда телепорт возможно вот этот камень потому что рисунки совпадают с той дверью нам подойдет для того чтобы эту дверь открыть пойдем сходим теперь вставлю и возможно ты откроешь нам все двери не факт еще мне интересно вот это вот что это такое а что это вот за веревка какая-то непонятно не ясно так я отсюда могу аккуратненько спрыгнуть опана можно но слава богу я не потерял свой камень напоминаю что все предметы которые держу в руках да я спрыгиваю с высочанной какой-нибудь горы они могут упасть и выпасть из руки и разбиться чего очень бы я не хотел но если предмет твердый то он конечно же не разобьется если это будет какая-нибудь бутылка то там как 50 на 50 смотри какая бутылка о крабик здорово привет ты за мной пришел а куда это вы пошли чуть за миграции крабов непонятно а я уже и дрыхнуть хочу точно мы сейчас увидим какой-нибудь сон про нашу подружку и мы раскроем тайну что что не случилось где она собственно тут как всегда червяки хавают мне в комментариях кстати писали а чё ты просто червяка не притащил но когда мне нужно было принести червяка рисовальщик картин он же выдавил синюю краску из него а говорили принес белого возможным и просто белый нужен был зачем ты его окрасил типа так он же просил чтобы сделать краску себе синие поэтому ему нужен был синий так что тут не все так просто я бегу-бегу-бегу в горы поднимаюсь заснеженные горочки сейчас я разгадаю там весь секрет да это будет долго конечно туда-сюда мотаться опа все почти добежали сколько километров я уже бы набегал своими ножичками это тебе не на кораблике плавать все мы на месте надеюсь что этот камень подойдет видишь тут такие же тоже всякие иероглифы они светятся когда к ним подхожу ну-ка ой не так что-то сделал прокатило открылись двери пойдем посмотрим что тут у нас что же тут у нас снова попрыгать придется попа но прикольно слушай очень прикольно куча камней тут возможно есть какие-нибудь пещеры интересные кажется мне сюда на но по-другому как бы статуи лягухи забавно и там кости внизу подожди а не живет ли какой-нибудь знаешь этот снежный человек который может мне захавать надеюсь что нет а то как-то страшно не получилось запрыгнуть но ничего страшного еще разок перепрыгну сам напоминаю что от предметов можно отталкиваться и это очень круто мне хоть сюда о кубик льда кубик льда кубик льда кубик льда ты не пригодишься сделала так оба обратно перепрыгнули слушай может быть кубик льда нужно было притащить в трактир чтобы он сделал ледяное пойло как бы логично а это что у нас тут лягухи смотрят вверх и там какая-то звезда слов типа нужно подняться давай поднимайся ок сейчас я поднимусь снова кости почему так много костей 5 лет вижу какое-то странное и страшное место очень повидал я под себя положил косточку и потом ее подобрал вот это круто минуточка ты прикинь чай нашел это же финиш финиша тех ворот где начинается старт логичное быстрое объяснение то есть получается мне тех ворот нужно прибежать сюда у ху ху не вигази это не те хочу сказать не так то просто будет очень сюда сложновато добежать и долго можно еще куда-то сюда забрать о цветы цвет а это что это кузнецу может надо молоток принести а как я высоко какие тут небеса то так ладно молоток значит молоток дайма вот туда он допустим а вот и цветок этот ледяной про который мне говорил трактирщик все значит пойло мы сделаем отлично 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 главное не потерять не потерять от молоток я думаю что кузнецу нужно и тогда кузнец а у кузнеца же есть молот зачем молоток ладно давай мы его тут оставим просто я не совсем понимаю зачем молоток у кузнеца есть молот я же тогда видел, что он об кузне убьет. Да, точно. Точно. Все, берем, значит, цветок и идем к трактирщику, если он еще не спит. А то ночь на дворе. Мне как бы тоже надо уже дрыхнуть. Надеюсь, что этот цветок не может разбиться. Хотя он хрупкий, он замерзший. Фух, пронесло. Я думаю, что он может растаять. Смотри, да, с него вода капает. То есть он может растаять, если я не успею его донести трактирщику. Это очень плохо. Давай, давай, давай. Вот он, трактир. Мы успели мы очень быстро все сделали. Трактирщик, я надеюсь, ты не спишь. Привет. Я притащил. Смотри, что я притащил. Смотри, смотри, смотри. Он рад. Он рад. Не матерится теперь. А, говорит, закинь-ка его вот сюда. Вот в эту штуку. Это, это, как она, кастрюля огромная, где он варит что-то свое. Все, вроде как варится. Все, огонь. Все работает. Что расскажешь? А, говорит, иди поспи, приходи утром, и будет тебе ледяное пойло. Ладно. Я как раз спать намечал. Все, идти. Прийти. Ой, вот это да. Вот это хорошее начало. Прям вообще. Нашел ворота для забега, еще и цветок, и еще и молоток. Единственное, я так и не понял, зачем молоток. Надо будет разобраться со всем этим делом. Что-то я заплотал. А, все понятно. Это возле грядок. Кстати, смотри, чучело-то стоит с башкой, но здесь ничего нету. Ну, в смысле, фруктов никаких. Очень это странно. Может, вороны все равно пробираются. Надо будет утром заглянуть, посмотреть. Что-то уже и дрыхнуть хочется. Сейчас, тамбо. Сейчас будем спать с тобой и видеть красивые сны. Готовенько. Тамбо, иди сюда. Хотя нет. Тамбо надо оставить на этом месте. По-другому никак. Вот. А я спать. Прямо на костер сейчас запрыгнул и спать. Обожаю так делать. Все, ну, приснится. Мы отправились в путешествие, и моя подружка заболела. У нас градусником во рту. Даже на шапочке вот этот кустик, который у нее был, он тоже так слег. Хм. Хм. Только не говорите, что моя подруга из-за болезни могла погибнуть. Это будет как-то, ну, совсем грустно. Нет. Я, кстати, не замечал, что на нашем парусе нарисован я, лежащий на песке. Вон он, видишь, прикол. Значит, рисовальщик нарисовал нас. А ты, кстати, тут рисуешь? Он рисует. Давай-ка, нарисуй бутылку вот эту вот. Значит, а мы идем в трактир. Уже же утро. Утро. Значит, идем в трактир. Блин, я же хотел посмотреть, что тут будет с фермой, когда утро наступит. Но идет дождь, а вороны в дождь не летают. Что ж, ладно. Как-нибудь другой раз. Идем в трактир, с тобой мы. Идем, идем, идем. Вот сюда. Я, кажется, понял, для чего молоток-то нужен. Прикинь, дождь меня озарил. Для того, чтобы смастерить мост, через который мы сможем потом в будущем пробраться. Да-да-да, фонарь мы принесем чуть позже, когда у нас будет пойло. И, возможно, надо еще придумать, как колесо отодрать с тележки. Печель, а что вы за мной бегаете? Такая банда, словно у меня жрачка есть. Так, ну что там? Пойло готово? Мистер. Пойло готово. Ну, здорово. То есть, мне, наверное, нужно сюда подойти, да? Нет, не сюда. Вот кружка стоит, я ее могу взять. А, подожди, мне нужно налить. О-о-о, безумный ученый. Так, а как мне, подожди, хочу достижения посмотреть, какие лягушачьи лапки я еще не сделал. Штурман со штурвалом. Короче, достижений еще дофига, которых я не сделал, на самом деле. Их тут огромная куча. Будем потихонечку их выполнять. Значит, вот пойло у меня есть. Пойло есть. О, погоди, я его выпить могу даже. Ладно, я чуть позже попробую, там вроде еще один стакан стоял. Так, кому я обещал пойло? Тебе точно не надо, у тебя глаза крестиком. Ой, так штырит. Вот, тебе, по-моему, я обещал. Держи. О-о-о, чего ты? А, колокол вернуть. Теперь ему пойло уже не надо. Ладно, минутку. Тогда решим вопрос со штурвалом. Пойду я к тому чуваку, который медитирует, и отдам ему пойло. И тогда он отдаст мне фонарь, и я смогу забрать у него колокольню. Ну, колокол. А, кстати, колокол я рядом с ним уже оставил. Он же стоит рядом с ним. Он же не у первого домой. Я же смогу его обратно вернуть. Я надеюсь, нет. Ледяное пойло для нашего медитатора. Блин, а колокола-то тут и нет. А куда я его делал? А куда колокол-то делал? Короче, ладно, вот тебе пойло. Ты счастлив, да? О, спасибо. Фонарь теперь у меня. Балдежно. Получается, что он... Блин, а колокол-то где? А, вон, куда я его кинул. Все, отлично. Пускай он там будет тогда. Пускай тогда он там и будет. Мы его вернем чуть позже. Хотя уже можем вернуть, потому что фонарь у нас в руках. Значит, вот тебе фонарь, держи. Колесо дашь? Хе-хе, он радостный. Фонарь, у меня теперь есть фонарь. Говорит, жаба, и что? Еще? А, вот, здорово, спасибо. Люка. Это называется наша шлюпка. Люка. Шлюпка, название шлюпки. Люка. Блин. Так, отличный штурвал у нас имеется. Как быстро пошло сбор нашего корабля. Точнее, сборка. А тут вот что интересно, может быть бы. Могло бы быть. Я правильно бегу? Нет, я неправильно бегу. Мне кажется, вот сюда надо бежать. Опа. Штурвал у меня теперь есть. Но он немножечко, конечно, другой. Возможно, это еще не финальная форма штурвала. Там же еще должны лепестки рулевые быть. Ну и так пойдет. Штурвал с штурвалом. Есть. А, гляди. Блин. У нас еще рулевое вот это весло оторвалось. Ой, еще нужно делать. Блин. То есть веревки и рулевое весло. О, все сложно. Все очень сложно. Хорошо. Какой у нас план? Пойдем попробуем забег устроить. То есть стартанем от наших ворот и туда наверх добежать. Получится у нас так интересно или нет с первого раза? С первого раза у меня никогда не получалось. Особенно в Супроленде. Поэтому придется, наверное, раза два-три сбегать. Ну что ж, сейчас попробуем. Блин, прикинь, ну погода меня прям озаряет. Прям капец как. Я подумал, о чем мне, зачем мне бежать, если есть телепорт? Давай просто телепортнемся. Так сказать, немножечко жульничаем. Ну, кстати, это же реально жульничество получается. Так что не факт, что прокатит. Но попробовать стоит, почему бы нет. Вот они, наши ворота. Значит, я иду по ним. Все, запустился. Счетчик. Я телепортируюсь. Ага, нет, не прокатило так, не прокатило. Счетчик обнулился сразу же. Ммм, придется все-таки бежать самому. Ну что ж, ладно, давай попробуем сами пробежать. Я на месте, кладем телепорт камень и побежали. Счетчик обнулился. Черт, ты посмотри. Тут веревочка была. Я тупо, короче, буквально мне не хватило секунды три, чтобы пробежать через эту ленточку. А, я почти добежал. С первого раза. Вот это поворот. Вот это круто. Но видишь, и что еще, блин. Дождь. Шел дождь. Конечно, он никак не влияет, но кто же в дождь-то бегает? Е-мое. Ай, ну ладно. Это не прокатило. Ну, короче, я бежал максимально быстро. Я даже с косточкой схитрил, чтобы запрыгнуть побыстрее. Но, блин, что-то нужно тут как-то прям вообще придумать. Так просто не проканает. А, пойдем колокол. Колокол. Колокольчик вернем на место в храм. Потому что мы же... Ну, все, нам больше ничего не нужно от этого медитатора. Хотя нужно спросить у него. Вдруг что-то еще он может нам предложить. Пойдем поболтаем. Медитатор, как тебе холодное пойло? Он счастлив. Медитируется хорошо. Он больше ничего не может нам предложить. Поэтому колокольчик можно, в принципе, вернуть. Какие мы, чтобы злые дни, а? Опа. Возвращаем. И вроде как монах должен быть рад, что колокол вернулся. Хотя, подожди. Ты счастлив? Вот, теперь он пойло хочет. А что если бы мы колокол ему в руки принесли? Ммм, что-то я немножечко сх... Надо было хитрее быть. Да. Возможно, он был бы счастлив. Хотя он бы сказал, да поставь его наверх. Ладно. Не буду я, короче, уже бегать за этим колоколом. Пойдем сразу ему пойло принесем. Да и все. И все. Так, стакан. Берем стакан. Кладем его сюда. Наливаем. Отлично. Как бы, что от шамана ожидать? Мы все равно с ним обмениваться ни на что не планировали изначально. Поэтому фиг с ним. Колокольчик сразу же поставили, да и ладно. Куда он ушел? Куда ты ушел? А что, все уже ночь, типа, и он скрылся? Эх. Не успел. Не успел. Но мы это пойло можем сами выпить. Видишь, буковка Б нарисован. Типа, выпей, заюзай это пойло и что-то со мной произойдет. Давай выпьем. Выпей. Ты выпил? Ух ты, нифига себе, смотри, какая скорость, как я бегаю. Я прям флэш. У-у-у, как прыгаю додалеко, а. Ничего себе. Нифига себе, вот это прыжки. Вот это да. Офигеть. Ничего себе. Да ладно, а долго оно будет... О-о-о, туда вот не надо прыгать, а то я сейчас вдохну. А долго оно будет действовать? А кажется, все, оно закончило свое действие. Хотя вроде непонятно, то ли быстро я бегу, или это нормальный забег. Короче, все, все сложилось. Нам это пойло поможет выиграть забег. Вот сто процентов. Именно для меня, именно поэтому мы можем его выпить. Нифига себе, кто бы мог подумать, что это ледяное пойло такое ускорение дает. Ха-ха, здорово. Здорово. А стакан-то где? Подождите. А в смысле, а кружка-то где? Блин. Я кружку просрал, походу. Ё-моё. А где, куда, как? Где я кружку выкинул? Может, пойти поспать, и она вернется обратно? Как думаешь? Да, пойдем, короче, поспим. Уже и ночь на дворе, как бы, пора бы ей подрыхнуть. Блин. Но если стакан не вернется обратно, ну, кружка, то это печаль я тебе хочу сказать. Прямо конкретно печаль. Полетели. Блин. Все. Где моя лодка? Лодка, лодка. Что, только до нее пока добежишь, блин? О, наконец-то. Да-да-да, как раз спать захотел. Отлично. Меня, конечно, напрягает каждый раз кострище разводить. Это просто капец. Еще и под открытым небом, когда дождь идет. Вот сейчас посмотрим, разожжется оно или нет. А пофиг, дождь не дождь, снег не снег, все равно разожжется. Все, давай спать-то. Посмотрим, наконец, что там с моей подружкой случилось-то. Блин, да ладно. Не, ну понятно, что она заболела, я за ней ухаживал. Но только не говорите, что она очень сильно заболела. Нет, не может быть такого. Ну, глаза открыты, поэтому, как бы, она пока болеет. Я просто за ней ухаживал. Что, неужели у этой истории грустный конец? Не может быть. Я надеюсь, что все-таки ее заколдовали в куст. Они добрались до того острова и ее заколдовали в куст. Но развитие событий может быть разное. Бежим, короче, в трактир. Бежим в трактир, посмотрим. Кружку. Кружка мне нужна. Я пропукал кружку. Фукарь, кружек. Как же так можно было плопашиться-то? Выкинуть кружку и забыть про нее. Да блин, я думал, что он, их там много, этих кружек. Блин, в трактире две кружки. Ну, что это за дела? Могла бы и появиться еще одна кружечка. Что, у тебя есть кружка? Да, вот, смотри, ништяк. Все четко, все пучком. Так, значит, берем кружку и нужно добежать туда к самому старту и там уже гляди-ка, нифига себе. У тебя кольцо появилось? Офигеть. А что за кольцо, да? Как мне кольцо-то у тебя взять мне? Твою мать, не трогай кольцо, деньги тащи. Какая вредная жаба. Я тебе помог, вообще-то, фонарь притащил, а ты зажмотил. Ну ладно, он мне тогда колесо отдал. Ладно, не зажмотил. Ну, как я и говорил, все жабы тут любят обмениваться, поэтому нужно найти где-то монету. А где мне ее достать, я фиг знает. Я тут даже денег-то не видел и не знал, что тут деньги существуют на этом острый. Да, и монетка не простая, а золотая. Ладно, может, я сейчас забег в игру и мне денег дадут? Конечно, тупая идея. Вообще, тупая мысль о том, что мне за забег кто-то даст денег. Там даже нет организаторов этого забега. И я бегаю один вообще. Ну, ничего. Зато сейчас как спринтану, как побегу, это пойло меня выручит. Это, конечно, тоже жульничество с одной стороны. Ну, ничего. Так, мне нужно его будет выпить и все. Ой, телепорт-камень утопился. Ну, ничего страшного. Ну, что, погнали. Бежим, выпиваем. Не-не-не, ты возьми, время теряем. Подожди, нет. А, так я выпил? А где? Что, пойло пролилось, что ли? Блин, вот это я лошара. Прикинь, пойло пролилось. Ой, ну да, логично, что кружка, она с водой, ну, с пойлом, если ее обернуть, то все прольется. А можно набрать воду с озера? С моря? Нет, так не прокатывать. В кружку можно только опрокинуть и разлить. А вот налить туда только вот в трактире. Ясно, пойдем заново наливать, что уж. Ставим кружечку, тянем рычажок, ну, как обычно, собственно. Надеюсь, это пойло, оно бесконечное. Все, бежим. участник номер один прибыл на забег. Сейчас я, наверное, в начале приму на грудь. Давай. Все, побежали. Побежали, побежали, побежали. Спринтуга и попрыгуха. Блин, как мне нравится так бегать. Это невероятная скорость. Я реально как будто флэш. Надо успеть, надо успеть Давай-давай-давай-давай-давай Бежим-бежим-бежим Лягуха-собака даже не может меня догнать со своими четырьмя лапами А что, все закончилось? Кончилось действие пойла Можно, конечно, было в трактир еще забежать Там есть стакан Но это будет слишком долго Ладно, ничего страшного Я думаю, что мне как раз этого времени должно хватить Чтобы добежать до финиша Ровно столько мне тогда и не хватило И да Капитан скорость я финишировал первым Ну, достижения дали, как минимум Денег, конечно, не дали, но достижения дали Фух, красава Так Что там он? Деньги Надо придумать, где достать деньги Деньги, 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 деньги Где же их достать? Где же достать бабло? Так Что еще? Я монаху давал пойла? Нет, мы не успели дать ему пойла А он же хотел Дико хотел пойла это Зачем я, кстати, лед тащу? Вот непонятно Зачем я лед тащу? Знаешь, что еще хочу? Сбегать в другой конец карты? Вот здесь я, конечно, вот тут, наверное, бегал Вот тут я, наверное, бегал Или не бегал Вот, видишь, тропинка куда-то ведет А, так тут лес вырубает, да О! Погоди, тут пещера есть? Странная пещера какая-то Нифига себе Тут какой-то камень есть Похоже на руду какую-то, слушай Ну, ладно, пускай она тут лежит Это руда А может кузнецу? Нет, а кузнецу А может он реально к кузнецу отнести И он мне выковает монетку? Угу, угу, угу Ну, блин, медь, она же не совсем золотая Это медь Ну, вроде как это медь Так Стой, подожди Руду вначале переплавить нужно В слиток Потом уже слитка Можно что-то делать Ну, пойдем все равно к кузнецу сходим, а? Ну, пойдем Может он что-нибудь придумает с ней? Хотя Кто мне что за даром будет делать? Ну, вот, серьезно Но попробовать стоит Так Подожди, я здесь положу тебя Пойду за пойлом схожу Монах уж надо отдать Монаху Жрецу Жрец Жрец Будет сейчас пойло пить Охлаждающее Ну, это не совсем пойло Это просто прохладный напиток Жара же Все хотят пить Интересно Это поможет мне в чем-то вообще? Вон он стоит О! Стакан мой еще один На, держи Ну, как тебе? Понравилось? Или еще хочешь? Он еще хочет, что ли? Ладно, пойдем еще сходим Может он мне тогда денег даст За то, что я ему доставляю Как посыльные напитки эти Не знаю Сейчас попробуем Не зря, что два стакана стоит изначально Может и вправду два стакана Сейчас ему принесу И денег получу Эй, жрец 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 Монах Держи Что? Не хочешь, что ли, больше? В смысле? Плохая идея была Ну ладно Ну, в принципе, вроде все Он только один стакан хотел Допустим Так, ладно Ладно, ладно, ладно Стакан, пожалуй, я поставлю здесь Пускай он полежит Можно просто в трактир закинуть Вон туда Пускай он там лежит Какой неряха Ужасный Мне трактирщик Кружки подгоняет А я их бросаю А помнишь, я же сюда складывал Мед и жемчуг Стырили Меня ограбили Ограбили Скоты Волки позорные Ну как так? А, вот же слиток-то Подожди Здорово У меня есть Вот такой вот Самородок Может ему туда Давай я туда положу О А, кузнец Может мне сделать Круто Кузнец, здорово Сможете починить мне Весло мое? Как я угадал-то Короче, он говорит Камень не притащи Я тебе сделаю А я уже камень этот притащил Так, смотри Вот у меня есть На Он счастлив Я говорю Я пойду подрыхну Он говорит Да, иди подрыхни На утро у тебя будет Уже весло готово Здорово Осталось только найти Веревки тогда Так, 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 так Сейчас мыслями Надо собраться Что еще на этом острове Мы хотели Мост Мост, 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 мост Мост Его когда-нибудь будут чинить Вообще здесь Потому что на ту сторону Вон явно Можно как-то пробраться Там вон еще и забег Тоже можно сделать Походу Там ворота торчат Ворота, порота Ворота торчат Пойдем еще к рыбаку сходим Я, кстати, давно Давно-давно Туда не ходил Так, палатка Это тут у нас Это кемпинг Вот она Это чувачок Привет Что расскажешь? Есть новости? А, ему нужно Яйцо какое-то Или что-то сюда Посадить нужно Точно Я и забыл про это уже Так, а чего же Можно принести Какое-то яйцо Какое-то Это не яйцо Может быть Какой-то цветок Кактус Или там Не знаю Кустик какой-то Пришло время Поспать и узнать Дальнейшую историю Дальнейшую историю Того, что случилось Ты что тут ходишь? Не дай бог Я вижу, что ты у меня Куст хотел стащить Вредный жабс Я знаю, что все жабы Вредные Наглые Вредные Ничего просто так Не могут сделать Помочь мне Хотя ладно Не все Некоторые просто так Помогали Все, я дрыхнуть Я рыдаю Да ладно Че, она реально Померла что ли От болезни У меня слезы Наворачиваются Я держу ее за руку Шапку уже на руку Я до конца Не мог поверить В это У меня сейчас Слезы навернутся Это очень грустно И теперь Короче Я нашел Кустик Назвал в честь нее И мы с этим Кустиком Путешествуем На кораблике По всей видимости Как-то вообще Грустно стало Прям печаль Ну ладно Пойдем Че, мне там Кузнец должен был Это-то сделать Поворотный механизм Уже Сейчас к нему Ну заглянем Заглянем Кузнецов Обычно тут Лягухи Знаешь, что мне нравится С лягухами? Вот если они что-то обещают Ну хотя вот с мадамой Так не прокатило Она тоже нам обещала Много чего Но в итоге Она кольцо хочет Так А вот с мужиками Жабами С ними вообще легко Это говорится О, пожалуйста Видишь Все мне сделал Спасибо тебе Добрый жабс Такой здоровый Добрый Дядька А вот вредная Вот эта вот тетка Ходит Блин, где ж монетку Найти достать Чтобы купить ей кольцо Вот блин Как будто Хочу жениться на ней Кольцо Замудрила она Конечно Знат Вот смотри Короче Здесь нет ворон А там что А там вороны есть Ну все И здесь грядка выросла Все там растет Клубничек Все хорошо Значит Мне для того Чтобы мой Корабль отправить В дальнее плавание Снова Нужно О, подожди Забег я устроил Надо помочь теперь Очкарику И дом А что за дом Что за дом Вот фиг его значит За дом Так Работа над рулем Получено достижение Отлично А что с домом То не так Какой дом вообще О каком доме Речь идет Простите Пожалуйста Подскажите О каком доме Речь идет А можно как-то Расшифровать Вот эти значки На корабле Чтобы более понятно Мне было Или я должен О всем Сам догадываться Сейчас я подойду Поближе Нет Никак не расшифровать Короче Чтобы мне отплыть С этого острова Мне нужно выполнить Четыре задания Одно из них Я выполнил Это забег Осталось еще три Осталось еще три Подожди У кузнеца Лежал слиток В прошлый раз Я его брал Этот слиток Он похож на золото Может быть Еще раз С кузнецом поговорю И попрошу Его выковать Мне Золотую монеточку Пойдем-ка Поболтаем с ним Добрый кузнец Вот Слиток уже здесь лежит А или это Друг А так у него Тут и золото И По-моему это серебро Или просто железо Так Подожди Давай с ним поболтаем Ты мне еще одну дал? Но зачем? Минуточку Я вот Ты из золотого Можешь мне выковать? Нет Он не понимает Что я хочу Ладно Положу здесь Да Хорошо Положил Бросил просто Вот эту штуку Она мне как бы Как бы уже и не нужна Дружок Ты же мне дал Зачем мне еще Одно управленческое Механизм управления кораблем Что еще я здесь могу сделать? Где я еще не был? Чего я Чего я Что я забыл? Ну чего А ты кто? Я вот с тобой по-моему Не общался Это вот главный В храме видимо Да? Главный в храме Может ты мне расскажешь Где монеты взять? Подсолнух? Стой, подожди Я ему принесу подсолнух Он мне монету Вон оно что Ха Да легко Изи бризи Я только сейчас Холоденького напитка выпью Чтоб туда побыстрее добежать А то долго Сколько кружек тут Так, одну поставлю Нет, подожди Я прямо вот на стол Поставлю Так Пойло 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 Выпиваем Побежали Скорее 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 На нитрах На нитрах На спринтах Блин Как бы круто Было бы Если бы я еще Сейчас Лепесток нашел Тормози Тормози Чуть в воду Не забежали Лепесток Который Ну не лепесток А это Листок При помощи которого Мы можем летать Парить Вот Хватай Побежали обратно И спринт как раз закончился. Получается, я ему поцелух, он мне вроде как деньги. И потом я за эти деньги покупаю кольцо. Наверное. Слушай, а если я, наверное, все три чучела, ну, голов чучел найду, три штуки, все, может мне фермер даст веревку? Я, кстати, не видел, где эта веревка у него используется. Используется ли она вообще? Вот тут есть веревка, чтобы ворота закрывать, открывать. А, подожди, не тебе же подсолнуху-то. Вот, я принес тебе подсолнух. На. Ты счастлив, да? Монеточка. Да. Теперь я хочу купить у тебя кольцо за эту монетку. На тебе монетку. Мой банк. А, он банкирующий тут один. Ха, забавно. Короче, кольцо я беру. Кольцо беру. Мадемуазель. Не притащил ложку. Если она сейчас скажет кольцо, ей больше не нужно, ей нужно что-то другое, это я просто, я просто, я просто в бешенство войду. На. Дай мне бабушку чучело, а эти кольцо. Вау, колечко. А мед? Да твою ж налево, я же тебе в прошлый раз мед приносил. Ты что такая бесячая-то, тетка? Как же она меня вымораживает-то, а? Ладно. Пойду мед еще раз принесу, сделаю своими ручками. Благо я помню, как это делается. Нужно только найти улей. Вот он, улей у нас. Так, давай кинем. Ага, получилось. Как избавиться от улей злых пчел? И добыть мед. Просто взять улей и кинуть его, швырнуть об стенку какую-нибудь. Это, конечно, очень ужасный поступок. Столько пчел останется без домов. Но, когда пчелы покусают тебя, ты поймешь, что так можно делать. Покусают, потом ты опухнешь, и если слишком много тебя покусает, ты можешь, в принципе, и скончаться от этих укусов. Ладно, о чем это я грузом таком? Держи мед. Дай мне бошку. О, мед. Ну, опять началось. Ну, что ты будешь делать? Жемчуг теперь ей принеси. Ладно. Пойдем. Все по новой, блин. Ну, что, мадам? Вот тебе жемчуг, держи. Давай уже меняться. Сейчас. Так, кольцо теперь. Ага. Кажется, надо было все поэтапно сделать. Видимо, после сохранения... Ну, правильно, зачем нам жемчуг? Он нам больше не нужен, можно его покинуть. Мадам, вот колечко, держите. Все, вот теперь с кольцом должно прокатить. Ну, что, ну, давай, не ломайся уже, хватит. Да вы что, прикалываетесь, что ли? А что она такая вредная? Походу... Так, нет кольцо. Подожди. Не-не-не-не-не. Мы так, походу, и будем бегать за ней. Может, ей как-то это все разом принести? Как бы, как бы. Просто ее подвезти к вот этому ящику и сказать, вот смотри, тут все, что ты хотела. Куда она убежала-то? Вот снова она. Вот, я тут все вынес. Все, все, что ты можешь попросить. Я сейчас буду... Блин, жемчуг только не кидай так. Так, кольцо. Вот тебе кольцо, на. На-на-на-на-на. Сразу же, вот тебе кольцо. Блин, может, не кинуть этим кольцом, я не знаю. Вот тебе мед, на. Что ты еще хочешь-то? Слышь, поболтай со мной. Ты что, не хочешь со мной болтать, что ли? Я бы тебя сейчас скину. Да ты задолбала, а вот ты реально, а. Как тебя земля-то носит? Вот тебе кольцо, вот тебе мед, на тебе. Прям в лобошник, как-то мне выбесило вообще. Стерва. Как с тобой вообще другие жабы-то живут? Я не знаю, я ей уже все принес. Блин, может, это как-то скомбинировать? Пойти к кузнецу сказать. Сделай из вот этого конфету прям. Я не знаю, какую конфету можно. Сделай мне кольцо с жемчугом и медом. Вот, например, вот так вот. Пойдем посмотрим, где она живет вообще. Это дама-мадама. Может, ей дом принести? Может, она здесь живет? Она уже убежала, блин. Фиг мы ее где найдем сейчас. Как же на ту сторону добраться? Ха. Интересно. Есть у меня, конечно, идея, как на ту сторону добраться. Просто из всего того, что я здесь на острове видел, в принципе, я уже тут везде бегал, везде побывал. Есть тут. Да, долбанный фонарь. Я, короче, хотел притащить к тому сломанному мосту пойло и притащить туда... Блин, так не получится, наверное. Давай, короче, пойло выпьем и попробуем перепрыгнуть. Это, конечно, маловероятно, чтобы так прокатит. Но попробовать стоит. Нужен еще этот цветок-пропеллер. Но пропеллер, из прошлой серии мы выяснили, просто так я положить на землю не могу. Он сразу же улетает, как шарик сдувается. Поэтому мне нужно найти где-то пропеллер, выпить пойло, потом его сорвать и бежать туда, к тому мосту. И при помощи этого пропеллера перепрыгнуть. Просто я буду на нитро, и плюс еще пропеллер дает нитро. И вот тогда я, наверное, смогу перепрыгнуть туда. В принципе, даже там пропеллер есть, на той стороне, видишь? То есть, это знак. Прям знак, знаковский. Вот они, пропеллеры, нашел. Далековато, конечно. Ну ладно, давай попробуем. Взрываем. Жм, бежим, 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 бежим Давай, 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 давай Сустрее, 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 счустрее Сустрее, вот еще пропеллер был Надо было здесь его срывать Блин, с этими лесами долбанными Капец, сейчас ускорение закончится Вон туда надо, вон туда Давай, давай, давай Оооо, не получилось Но это было близко Да Почти вышло что же еще мы можем придумать ну наверное только если поспать пойдем подрыхнем узнаем дальнейшую историю с нашей подружкой может она вовсе не померла сейчас мы выясним все садимся на костер и спим блин она реально померла затем за что такой сюжет но на самом деле такой реалистичный да реально люди бывают сильно заболевает и у погибает ну как бы здесь нет хэппи-энда в этой истории ну всякое бывает жизни так чего-чего-чего-чего-чего чего мы делаем тема делаем я хочу знаешь что я не понимаю что за дом откуда какой-то про какой дом вообще идет речь чтобы с ним что-то там сделать и уехать с этого острова так вот где это яйцо достать ты обычно лягухи показывать какие-то предметы взять ты покажешь мне где-то яйцо достать нет что это за яйцо это может камень какой-то без понятия без понять так давай возьмем улей если допустим допустим я притащу туда телепорт камень и просто его кину как далеко он полетит нет он туда не долетит сто процентов конечно есть вероятность выпить бухлишечка пойло того из разбега прыгнуть и докинуть туда телепорт тогда он туда точно долетит о прикинь я думаю дай-ка я спрошу у этого чувака как дела и он горит мне молоток нужен то есть молоток то нужен ему что шла на пойдем сбегаем за ним вот и наш молоток чик и сейчас мы его вернем хозяину единственное только надо этого хозяина теперь найти он же любитель у нас побродить когда что-то ищет вот и вот дом молоток он молоток оставим здесь пускай лежит о веревке подожди-ка ты из моей веревки сделал огромную удочку серьезно ты посмотри вон чем он он ее тут изрезал блин это же для моих парусов нужно было дружок что расскажешь светский лев дали достижение закучу это веревка для моих наживок для моих крючков принеси мне перо и тогда я отдам тебе твою веревку ты видел как у него глаз смотри на его класс у него нет одного глаза так подожди а где мне перо то достать ты мне расскажешь перо где а да ладно у вас колот ли ну ну что у вас колот или вытарнуть выдернуть всего короны перо я боюсь что меня потом накажут это как бы очень неуважительно это дерзкая даже сказал из короны короля местного острова выдернуть перо это прям на что меня подталкивает этот рыбак эх рыбак рыбачок так ладно давай еще мой коварный план попробуем с перелетом ну все я готов я готов значит выпиваем эту жидкость берем листик и полетели чуть-чуть не хватило на бывает значит вариант с телепортом точно должен проконать но сейчас сейчас мы попробуем совершить очень ужасный поступок будет своего рода покушение на корону чтобы как это сказать на корону на царскую персону а именно на ее корону чтобы старить у нее перо где загонул покушение на корону царскую персону вот это сказал так прыгаем так привет мне нужно твое перо дай перо принесешь мне вот эти сопли и тогда договоримся да не вопрос я знаю где такие сопли есть мистер можно вот так вот он меч достал ты видел он хотел меня зарезать какой негодяй так насчет соплей мы знаем что эти сопли берутся как раз даже сейчас идет ее мать его когда подсолнух намокает поэтому мы это еще с первой серии выяснили что мокрые подсолнухи они выглядят именно так все кружку бросаем побежали виллу песни догоняйте меня кто меня догонит тот получит золотую монету или кольцо лишь жемчуг все равно он не нужен этой даме мадами блин чё же с этой теткой ты делать я вообще не представляю пиши в комментариях если ты догадался что и нужно вот они эти сопли хватаем побежали обратно пока нитра не кончилась она кончилась короче если ты знаешь что той мадемуазели нужно в замену я не представляю кольцо крутое красивое кольцо и она не хочет на него обменяться она предпочитает носить бошку чучело у себя в руках так вот этот здравяк возвращается домой давай 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 быстрее мы сейчас мы вернем молоточек на держи молоток он счастлив круто молоток и чё ты теперь будешь им делать он куда-то пошел может мост чинить а надо проследить за ним куда ты идешь сюда в эту сторону должен пойти на на но пока он идет он очень медленно ходит мы а нам надо собраться же наверх до царской персоны доберемся снова отдадим ей эти сопли хорошо что кстати в принципе даже дождь то и не нужен я думаю что мы могли пацанах воду кинуть он превратился вот такой вот сопливое растение как бы да я думаю да в этой игре это возможно опа тут механики позволяет этому все блин царская персона все ладно пойдем отсюда привет 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 обманули дурочка там же ничего не видно в этом скафандре твоем а я вот слежу ау но подожди дом то у тебя в другой стороне да что идешь то прослежу это мы прослежу 5 1 до вы забавно так полетел не сюда и туры давай мы его сниму они все равно плавать умеет он туда тебя в глубокое плавание прям и тебя тоже он там гавка и чудо мальков по скидал а нет этот этот удержался а зачем ты пилишь может и починишь его ну наверное он очень нет я так надеюсь а можно поболтать спросить что-то делать а он реально может делать чтобы добраться до яиц офигеть все значит третий вариант с перекидыванием телепорта нам не нужен этот мост сейчас починится вот для чего нужен был молоток на мы идем спать узнаем что дальше произошло собственно и будем на этом закругляться о лягушачьи лапки достижения дали прикольно прикольно сколько там еще достижение досталось так до вагон достижения еще значит это мы только до середины игры дошли еще куча всего нам предстоит видимо на этом острове берем хворост пачки опачки можно в принципе хворост накидать в костер но раз есть бревна почему бы и нет так что же было дальше что же было далее история прям очень завораживающее интересно интригующие рассказывай опять могилку показывает из этой могилки вырос цветок ну теперь все понятно вот почему он обожает этот цветок ну что ж все таки игра заканчивается довольно таки на позитивной ноте давай мы обнимемся с этим цветком теперь мы знаем что что он значит да это память о нашей любимой подружечке поэтому сердечки всплывают в общем есть понравилась эта игруха и ты хочешь увидеть продолжение прохождение и финалочку и узнать финал истории его снов возможно мы даже по этим сна мы отправимся на тот остров на который мы планировали но это не точно короче если ты хочешь узнать финал то подписывайся на канал не забудь поставить лайк под видео также загляни на яндекс джен туда ролики дублируются там тоже подписаться прокомментировать видос ну и увидимся в следующем ролике каком-нибудь крутом так что до встречи и хороших тебе будних дней